привет дорогие наши сегодня 24 серия чародеек мы почти закончили этот сезон давайте сразу вливаться у нас уже прям интересные начинаются события наконец-то реально вторая половина второго сезона блин самая крутая как мне кажется вообще по сравнению со всеми чародейками которые мы смотрели с первым с первой половины первого сезона горчит восторг полный конечно же саша опять не выбрал нормальную человеческую звук не как девушка в ресторане которая нормальные языки и наше не рассчитывали вот все это питер от отчаяния я понимаю они доверились фобосу мы не будем обсуждать почему это глупо неужели вы думали что вам здесь обрадуются плохо фобос еще не появлялся на поле боя и там стоит чувак с прожектором сзади чтобы удержать его на фокусе не уводи всех ирма хайлин в атаку тарани оборона бланк быстрое перемещение в штат мятежников она их притянулась ну да фобос такой с двумя сердцами да какой двумя 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 сердце земли все еще находится на земле да 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 по факту он просто высушила всю силу и риса чего портал в портале ты не видела портал в портале отступаем все немедленно а дворе целью потерян мятежники отступают повелители дворец снова твой еще не совсем мой а опять она хотя этот дизайн получше ну да это круче но это прям совершенно сушим там переделал его полностью переделал не только дворец а весь меридиан он весь архитектуру передел вот смотрите вот давайте вот вы просто посмотрите вот смотрите вот сейчас он переделал дворец полностью вот смотри вот видишь инвертировал в обратную сторону подожди а это чё у нас не какая-то странная поменял небо ну это ладно что он небо поменял подожди вот сейчас вот ну да он и башни поменял простите что мы докапываемся но мне правда интересно как он так и комнаты все переделал и колючки и колючки добавил и водичка пропала да вода пропала вот так теперь похоже на мой дом и скоро это ждет весь меридиан таким я хочу видеть свой рай что у тебя за песня в голове играет наверное да 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 под глазным на и ломя и вода и воздух эпаллы лихоть cute boy Я боюсь осуждений. Я читаю комментарии, там всегда находится человек, который проклинает меня за то, что я предлагаю перемотать. Нет! Ну и тебя тоже проклинают, если уверять. Нас, нас, не свернуть с пути, наш шанс, наш час, землю спасти, нас, нас. Чародейки. Икс как к санаду. Чем не знаю, этот джингл, да, вообще очень прям теплые какие-то навевают ощущения. Выдохлись. С тех пор, как Фобос выступил на карнавале, мы деремся большую часть времени. А остальное время учимся в школе. Этот псих никогда не устает, он вроде тройного эспрессо зла. Мы нужны Калибу на Меридиане, и мы скоро туда вернемся. Но нам нужно всем хорошенько выспаться. Да, сон это прекрасно. Зато утром на уроке вечно ты все испортишь. Ой, чуть не забыла, папа просил взять из кафе обед. Реально, как это вообще можно спокойно, то есть, ты учишься как школьница, и тут мир буквально ломается. Тебе мир надо спасать, да. И тебе даже мысль не приходит в голову прогулять школу, что, наверное... Почему приходят? Мне кажется, они прогуливали пару раз. Ну, у тебя на чаше весов или спасение мира, или пропустить школу. Ну, конечно, ты выберешь спасение мира. Но они не выбирают, они балансируют между ними. Насколько важна эта школа, или насколько не важно это спасение мира. Это важно, чтобы не раскрыться, чтобы не спалиться. Не знаю, мы все заболели. Потому что если начнут разбираться... Их дома тоже ведь нет. Позвонят родителям, родители, а их нет дома, они в школе. И тут как бы зацепчики. Хорошо. А когда их нет, остальное время родителям плевать. Ну да, они, допустим, каждая говорит, что она у кого-то. Типа я... Мы все у Корнелии. А Корнелия говорит, мы все у Курнелии. Я не должен волноваться. Я не хочу волноваться, но я волнуюсь. А ты волнуешься? Конечно волнуешься. И я тоже волнуюсь. Она моя мать. О чем это он? Папа волнуется за бабушку. Я не знал, что у нас остались родственники в Китае. Я сказала ему, что у родственников в Китае несчастье. А что я могла сказать? Извини, папа, но бабушку обманула злая колдунья. И теперь она внутри магического кристалла? И что? В стране наших предков нет телефонов? Ой, я совсем забыла, папа. Бабушка звонила, когда вас с мамой не было дома. У нее все в порядке. Но она в горной деревушке, где очень плохо со связью. Она не знает, когда сможет позвонить снова. Хайлин, сообщать о звонках – святая обязанность родственников. И поэтому я сообщаю сразу. Звонила директор школы, чтобы напомнить о завтрашнем конкурсе искусств в Хэзерфилде. Хайлин, а что это за конкурсы искусств? О, какая косичка у Корнелли. Подожди. А, все, я понял. Я записалась месяц назад, но из-за Нерисы, Фобуса и войны я совсем забыла об этом конкурсе. Тогда доставай свои китисы. Ой, как красиво, правда, очень красиво. Давай шедевр. Я натурщица. Прошу, я полночи размышляла и придумывала тему. Мой Ксанаду. Мой Кса... что? Ксанаду – это личный рай, созданный легендарным владыкой по имени Кубла Хан. И жюри интересно, как каждый из авторов представляет рай. Ты справишься, Хайлин? Ерунда. Шутишь? Ты что, забыла, что происходит? На Замбале – катастрофа, на Кондракаре – катастрофа, на Меридиане – ужасная катастрофа. Как я могу думать о рае? Мне сейчас не до рая. Вот, я примерно таких эмоций ожидал. Ну да. Девчонки, девчонки. Такие эмоции показывают. Классно. Вы не сможете обороняться вечно! Нам и не нужно обороняться вечно, только до прибытия войск Дрейка. А? О-о-о-о, нет. Вот так вот. Слушайте, как будто рисовка стала лучше. Ну, я просто смотрю по теням, по всем этим, нет такого ощущения. Обычно в команде по мере производства сериала происходят какие-то изменения. Я по аватару замечаю, что рисовка меняется. Может быть, реально поменялась. В лучшую сторону. Дрейк! Наконец-то! Где твои войны? Близко. Поднимаются по склону горы. Чтобы здесь погибнуть! Почему он с эхо разговаривает? А он так злодейный. Прикрепился микрофон с задержкой. Злодейный так звучит. Ну, скажи. Я понимаю, но для меня так звучат не злодеи, а типа... Наши косяки со звуком. Нет, там ады на свадьбах вот этих кринжов. Не знаю, у нас все время звук отваливается, поэтому для меня звук эхо такой. Ну, тоже, да. Звук ужаса, что, собственно, наверное, Фобоса и добивался. И мне сказать. Запомни, что я скажу. Эй, горгулья! Тупая башка! Ты меня не поймаешь! Горгулья! Нет! И это, по-твоему, лавина? А, ну это смерть, да? Все, они погибли. Нет, типа, да. Держитесь крепче! Подкрепления не будет! Смываемся отсюда! Нересия не хватало воображения. Она вечно хитрила, боролась за власть, но ей не хватало смелости властвовать. Колдунья не заслужила, чтобы этот магический посох носил ее имя. Отныне посох Нерисы будет называться скипитром Фобоса! Классно. Классно, ты переименовал блютуз-устройство. Слушай, а у меня вопрос. Вот, Нериса, что она? Она внутри, как и Элеон, как и бабушка Хэль. А, она ее туда засосала, да? Да. Вот им теперь есть о чем поболтать. Теперь, знаешь, я реально думаю, что единственный вариант – это прийти, вытащить Нерису. Нерис такая, я поговорила с бабкой, я все подняла. Я помогу вам. Я помогу вам. И так по кругу. Да, да, да. Мне не хватало воображения. Это он, жалкий глупец. О, Кась. Уничтожает все без цели, без плана. А я бы объединила миры. Вот моя мечта. Да уж, мечта. У тебя нет совести. Это ты виновата во всех бедах. Попридержи язык. Слушай, там места достаточно. Мы сидели, переживали, что там они в однушке уже там втроем как-то с маленькой кухонкой. Смотри, сколько места. Как? Ведь твоя сила в сердце Меридиана. И в это сердце ты заточила меня, старая колдунья. Это я научила Элион вновь питать силу сердца, которая принадлежит ей одной. По праву. Может, мне и не по праву хватит сил, чтобы освободить нас из кипетра моего брата. Но тебя я раздавлю, как лопа. И мы поможем. Там внутрь кристалла война просто. Такая маленькая... Оба сдержатся там такого, типа... Женская компания. Ладно, Хайлин, я люблю искусство не меньше, чем модные шмотки. Но это не причина, чтобы не обедать. Хорошо, этот обед можно и пропустить, но хватит... А что, Хайлин, все, она на паничке теперь, да? Пялиться в книгу. Хотя бы моргни. Моргать прикольно. Я не пялюсь. Я молюсь о вдохновении. Здесь картина свободы моей любимой художницы Лилии Квинонес. Если она меня не вдохновит, никто не сможет. Лилии Квинонес? Я обожаю ее картины. И поэтому я обрадовалась, когда она согласилась принять участие в работе жюри конкурса школы. Лилии Квинонес будет судить мою картину? О, здесь всем хватает воздуха. А ты только не переживай. У тебя ведь еще нет никакой картины. Ну, такие милые эти, знаешь, как это называется, стесняшки. У кого? Ну вот... Мальчика? Да, у ее парня. Я забыл, как его зовут. Он очень редко появляется. Сериал скоро закончится. Вообще-то нам нужно вернуться на Меридиан. Идеи появились? Нет. Ну, а сейчас? Нашла. Кублахан. Сэмюола Тейлора Колледжа. Что, время читать стихи? Это же источник вдохновения. Слушайте и сосредоточьтесь. В стране ксанат благословенный Дворец построил Кублахан, Где Альф бежит поток священный, Сквозь углу пещер гигантских, Пенный впадает в сонный океан. На десять миль оградой стены башен, Оазис плодородно окружен, Садами и ручьями он украшен, В нем фимиам цветы струят сквозь сон. И древний лес роскошен и печален, Блистает там воздушностью прогален. Но между кедров полных тишиной Расщелина по склону не спадала. О, никогда под бледной луной Так пышен не был тот уют лесной, Где женщина о демоне рдала. Из-за него в кипении беспрерывного волнения Земля, как бы не в силах своего сдержать Неумолимого мучения, Наверное, дальше не надо читать. Безумное строительство в районе наводнений Это вовсе не рай. Рай. Слушай, ну это прям было красиво. Да, ну это прям. Какая-то атмосферка была. Сейчас каждая будет свой рай писать, мне кажется. Это бесконечный шкаф, Заполненный шикарной одеждой И модными туфлями. Причем по несколько пар. Плюс дворецкий, служанка, повар, портниха, Которые готовы исполнить мой... Это не Мелинда случайно? Да, да, да. Твой любой каприз. Корнелия, ты хочешь совсем сбить ее с толку? Послушай, послушай, Забудь о потребительском рае. Хочешь победить в конкурсе? Ответ очень прост. Кролики. Поверь мне, кроликов все любят. Я очень хотел сейчас сказать. Сейчас начнут давить и жрать кроликов. Думаю, да нет, бред какой-то. Это милый фильм. Все. Я думаю, помощи от нас мало. Мы ее только пугаем. Да, она сам на себя пугает. Запомни, кролики. Безнадежно. Безнадежно, как куча с меридианом. А почему надо рисовать обязательно что-то красивое? Надо... Надо же эмоции. Тематика такая, рай. Изгнанный из рая можно нарисовать. Нет, должен каждый нарисовать в рай его представлении. Или просто какую-то позицию. Враги считать бланка вкусным. Хорошо, что враги не найти бланка. И еще одна область пал, мой принц. Скоро весь меридиан снова будет твоим. Хорошо. Но новый мятеж разрастается, как сорняк. На этот раз его нужно выпалоть, пока он не зацвел. Я чую сладкий запах мяса паслинга. Ай! Вот. Виновник. Джик не виновник. Джик деловой партнер. Готовый помочь принцу Фобусу. За щедрую плату. Если твои сведения для меня ценны. А почему он до сих пор принц? Сколько можно в лошках ходить? Да, реально, он же король должен быть принцем. Принц по логике имеет короля, да? Да, короля нет. Короля нет. По факту... Царь. Князь Фобус. Князь Фобус. Раньше был князем Фобусом. Князь Фобус. Князь. Рожаки мятежников боятся Фобуса. Они спрятали свои семьи. Джик следил за мамочкой Бланка. Она в бесконечном городе. Твои сведения бесполезны. База мятежников в бесконечном городе давно заброшена. Не старая база. Новая база. Новая база. Повелитель. Бесконечный город. Бесконечен. Если это существо знает, где находятся мятежники. Тогда одним махом я уничтожу и выжаков мятежа, и всех, кто им дорог. Бесконечный город. Это не тот зеленый город, который под землей находится. Он там довольно-таки большой. Мама. Блин, не плохо. Ну и, блин, мать его тоже очень жалко. Очень хорошая женщина. Да, она вкусно готовит. Очень вкусно готовит, я тоже вспомню. Я в восторге. Я потрясен. Но, может, я ошибаюсь? Я так потрясен, что даже не знаю. Халин, я думаю, что тебе дадут первый приз. Твоя картина, это круто. Ну покатите уже. Она плестит. Очень мило. Не трогай. Она еще мокрая. Я едва успела ее закончить и принести сюда. Итак, момент истины. Слушай, они очень красиво одеты. Реально. Да, они у всех классные. Давай, подожди, давай. Уилл, посмотри, какой чокер классный. Ну, Карнелия вообще такая элегантная. Ну, это да, это как бы понятно. Вот наряд Ирмы и Тарани, это понятно. Но сегодня прям Халин выделилась очень сильно. Прям, да. Ну, и мне очень нравится тоже и Вилла. Вилл, прикольно. Очень мило. Не трогай. Она еще мокрая. Я едва успела ее закончить и принести сюда. Итак, момент истины. Удачи. О, как мило. Так, что у нас здесь? Она называется Восходной Меридиане. Может, ты не так поняла? Нужно было изобразить рай. Твой косонаду рай, а не ночной кошмар. Но рай – это состояние души. Вот, я тоже подумал, что раз уж ты не можешь показать какое-то, я не знаю, аляпистое сладкое поле, может быть, показать эмоционально вот какую-то идею. Я так себе и представлял, что она какой-то, я не знаю, ужас запечатлит. И рай же это все-таки, да, это какая-то эфемерная мечта. Мне очень нравится. Смотрите, как ревиз. Между в каждом рассвете, каждый рассвет приносит надежду на то, что мир станет хоть немного лучше. Что ж, победитель определен. Любимый кролик Лорана Клабермана. Ленив никто не понимает. Не знаю. Кролики, реально. Ужас какой. Я расстроена. В чем рай? Кролики. Не люблю кроликов. Ну, они милые. Ну, это не рай. И от них нет аллергии. Мисс Лин, хочу вам сказать, что меня поразила ваша картина. Какая интересная женщина. В вас, правда? У вас талант. Мне кажется, я присутствую при рождении великого художника. Вот какая разница, что твой директор или там какая-то комиссия считает? У меня была такая ситуация. Когда тебя признал великий мастер. Да. Что, ты стихи читал? Да, актер, он меня похвалил. Только меня. Да, я когда-то стихи зачитывал, только тебя. Всех остальных и похвалил. Ну, я не заняла первое место. Рубина Уин. Вот так вот было. Это раз! Наслаждайся, пока можешь. Быстрее, стражницы! Моя мама в опасность! Значит, и у меня проблемы. Мой парень остался с моими родителями. Это кончится плохо. Дело серьезное. Джик выдал Фобосу, где находится новый штаб мятежников. Тогда... Ну, сегодня че? А так у нее всегда были темные? Нет, у нее темность синяя. А сейчас это как будто черные. Да нет, это освещение такое. Нет. Вон унтарные синие. Так у Мэтта тоже синие волосы. Да, а у Хайлин берем черные. Мы едины. Нет, это освещение, Рубин. Ну ты че? Вода! Огонь! Я пропустил. Они превращаются на порта. Я... Семьяк! Гонду! Мы едины! Тайный вход. Теперь не тайна. Какой мерзкий этот паслив. В атаку. Пора тебе заплатить за злодейство, Нериса. Элеон, все вы. Прекратите. Нам не удастся освободиться из тюрьмы, и мы не сможем помешать Фобосу покорить Меридиан и все другие миры, если мы не будем действовать сообща в гармонии. Вы с нами? Или вы предпочтете остаться здесь навечно? Да, подожди, стой, подожди. Да, бабушка Хайлина и его дубликат. Нет, дело не в этом. Я к тому, что Элеон впитывает силу самого сердца, в котором находится. Да. Она и есть сердце. Это немножко сложная конструкция, потому что она является сердцем, ее заточили в другое получается, вот этот скипетр. Не в сердце, а вот смотри, она была сердцем, у нее был вот этот кулон, который считался сердцем Меридиана. Да. Нет, сердцем Меридиана разве не сама? А, нет, кулон. Нет, кулон. Есть разные штуки. Ее заточили в этот. Да. Она является... Это странная хрень, потому что вот что касается Земли тоже получается, то есть сердцем Земли была сестра Карнелли. Ты можешь свою силу направить в какой-то сосуд, и он будет, не знаю, вместилищем этой силы. Да. И ее потом туда обратно засосали. Что логично, она может обратно в себя всосать силу из этого, я не знаю, из этой бутылки. Видимо, да. Я не знаю. Эй, ребята, ловите волну! Я вообще, я за это больше всех переживаю. Эй, тупой, эй, рука отрубленная, дебил, большая башка. Постоянно за него обидно. Его как только не обзывали. Вы просто вспомнили, я его вспомню с первого сезона. Я тоже. Самый несчастный персонаж. Вообще, вы можете себе представить, вот его отношения с этим миром, они какие? Вот какой может быть у тебя социальный рост, институт вообще семьи? Вот ты вот такая вот шляпа огромная, с одним глазом. Найди себе подружку. Я даже, кстати, не понимаю, какого пола это существо. Мужского. Может, и женского. Мы вообще о нем ничего не понимаем. Реально просто единственное, что у тебя остается, это быть местной воротилой. А, ты другого хочешь. Ты понимаешь, какая борьба у этого существа? Ты можешь петь хочешь, чем другим заниматься. Тебе надо вот это все, понимаешь, это от боли, от злости, от горести вот это все происходит. Реально ужасно. Вы руку отпилили этой твари. Вот на Сибирь. Сибирь компонент. Этот вообще. Вот его не жалко. Да, не жалко. Он реально придумал. Фрост дебил. Не знаю. Как просто это? Он говорит. Корнелия! Неуклюжий паренек. Рейгнарт тоже неуклюжий. Но это тебе идиот. Мэтт! Клупцы, с тех пор, как я вернулся, вы проигрывали все битвы. Сегодня мы победим. Дружок. Дружок? Трудный был день. Все эти монстры не выглядят, как вот довольные жизнью люди. Ну-ка, не грустно. Мы это уже в первом сезоне определили. В сторону! Как мне надоел этот фарс. Пора опускать занавес. Поехали. Отходим! Они не должны сбежать! Я не могу удержать! А Фобусу плевать, что он на своих сыпет, да, камни? Да-да. Сарыни, ей нужна помощь! Вихрь! Это тоже не удержит свод! Нужно выбираться отсюда! Бланк, переноси скорее своих! Иди, мама! Бланк за тобой! Бланки боюсь не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Проклятый паслинг! Акалик! Мне кажется, его зацепило. Ты вышел на свою беду! Я думал, что... Знаешь, как в последний момент попадает копье или нож? Как в Добе! Как в Добе, да! Я почему-то подумал, что это та же сцена. Не знаю, как вы смогли вынести уонь, повелитель. Не страшно, я люблю запах отчаяния по утрам. Оно отдает победу! В моих руках вожак мятежников и паслинг и его транзитный билет. Остальные разбиты или развеяны по ветру. Принц Фобос, сдался последний отряд Эллион, меридиан твой. И меридиан – это только начало. Я давно мечтал об одной планете, жемчужине среди миров. Цедрик, готовь войска к нападению на Замбалу! Прошу прощения, повелитель, но зачем тратить силы на Замбалу, если можно покорить Кондракан? Кондракар, уничтожьте сердце бесконечности и падут все миры! Блестящая идея, Рейтер! Кондракар, готовь вас! Не сильно себе! А чем Замбала такая крутая? Все хотят Замбалу. Не знаю. Ну там деревья, да? Все, что мы знаем о Замбале. Возможно, мы и недостаточно знаем. Возможно, это эти деревья, или вот эта экосистема, источник какой-то силы, энергии. Воздух хороший, отдых. Это как Альпы. Да. Швейцария. Он просто чисто на отдых, там очень хорошо. Грядет твой новый хозяин! Как у него вертится всегда эта юбочка вообще? Подождите, где Калин? Ну это отдельный вид магии. Там вентилятор такой. Там отдельный вид магии. Он накрутил себе два эффекта. Эхо и вот это. Ну вентилятор всегда был. Раньше было. Ой, а где мамочкин Малыш Бланк? Они не выбрались. Нет, Малыш Бланк! Еще есть. А это ее голос! Я думал, это Бланк. И знаете, что это? Ну это же актер озвучки. Ну да, да. Надежда. Каждый новый рассвет приносит надежду. Нет никакой надежды. И во всем виноваты стражницы. Вы освободили Фобоса, зная, что он превратит наш рай в мир кошмара. Ну по факту. Наконец-то кто-то это произнес. Не мы, а здесь. Хватит, Дрейк. Стражницы рисковали всем ради Меридиана. Просто Фобос слишком силен. И если бы не напал Фобос, напала бы не Риса. Стражницы сделали все, что могли. Ты должен благодарить их. Нет, он прав. Мы проиграли нарочно. Че? Мы проиграли нарочно? Нарочно? Это какой-то план. Это какой-то гениальный план. План разрушить целую планету. Да, чтобы погибло много народу. Да, это план. Ну смотрите, да. Возможно, они такие, каким-то образом подумали, что Элеон впитает в себя все соки. Там люди погибают. Ну, такой план. Странно. А, ага. Все, вы оставите нас этой мыслью? Да. По заказу Disney. Ну типа, это, знаешь, она у Нериса многому научилась. Такая. План – это основная вообще идея. Стратегия. Стратегия чародейка. Я знаю, что чародейка. Судебным похоже. Похожая тактика. Не знаю, сомнительно. Ну ладно, посмотрим, что это. У нас осталось буквально пару серий. День, да? Да, да. У нас осталось 25 и 26. Охренеть. Там же всего 26 серий. Не будем тянуть. Будем в скором времени смотреть последние две. Все. Спасибо, что посидели с нами. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok